здравствуйте дорогие друзья вы на канале у Светланы Лоди сад сегодня снимаю садово-огородный влог то есть всего по маленьку первое дело которое сегодня буду делать это подготовлю грядку не только подготовлю но и посажу на этой грядке некоторые культуры вот здесь совсем недавно вам показывала что мы сняли лук лук шалот и освободилась грядка как видите долгие я не снимаю еще когда я весной сажала лук то я накрывала его укрытым материалом чтобы никакие луковые мухи мне не вредили весеннего лета майского и болезни тоже такая защита мне многие писали что это просто кощунство накрывать лук что это уже перебор накрывать лук но я вам честно скажу этот метод очень хорошо работает как на моркови так и на луке и я знала уже что собрав урожай лука буду мне понадобятся эти дуги и этот материал который лежит вот здесь вот меже хоть он и грязненький ну дождями вымоется как я думаю сейчас пропалю всю грядку от травы и посажу сюда деленные культуры то есть укроп редиску и салат и под укропным материалом у меня осени будет вновь урожай вот такой вот зеленушки которая пойдет и на то чтобы ее поморозить и посушить ну и редиску с салатиком свеженькие всегда слопаем это уже редиска 4 будет мой посев и салат уже будет третий раз в первый раз он уже цветет вот второй раз мы сейчас кушаем свеженькие молоденькие листочки вроде опять как хочется и конечно осенью всегда хочется вот эти вот зеленухи и у меня еще немножко есть репчатого лука прошлогоднего то есть ровно год хранится вот этот лук шалот и сейчас я его тоже посажу для того чтобы получить зеленое перо потому что скоро уберу вот этот лук ведь еще лежит в такую мерзкую погоду мокрую холодную я еще терплю и не вырываю лук сивок ну вот еще наверное недельку подожду на следующей неделе будет погода я думаю что он тут быстренько должен созреть вроде как обещают чуть чуть потеплее а так его убирать вот с таким зеленым пером с такой толстой шейкой я пока не убираю проверила вроде как гнили в донце нет значит еще потерплю вот такие вот нескольких местах вырываю но все равно кушать лук нужен и смотрю как там чувствует себя донце не пошла ли гниль показ вы все вроде благополучно поэтому и терплю ну вот так вот через два денечка там дергаю просматриваю ну и так полю полю вон сколько травы за сезон вырастает здесь уже 15 раз наверно прополка но ничего у меня уже здесь на корою был посажен укроп прям по луку красному видите он уже подрастает и сейчас конечно же он под укрывным материалом быстренько наберет свою силу все равно хоть и тоненький укрывной а под ним растет значительно все быстрее это уже проверено грядочку подготовила вот целая длинная длинная грядка получилось у меня бороздок всегда всем говорю что когда делаете бороздку и и надо обязательно чем-нибудь ну прихлопать чтобы здесь земля была более плотная чтобы семечко легло на плотную землю может конечно все об этом и знают но вдруг тогда она вот если в рыхло она может там на разную глубину лечь и всходы будут не очень равномерные ну так что сажаю буду сажать вот такой шпинат матадор в этом году что-то весной не сажала сейчас посажу два сорта редиски кругленькая сакса мне уж она очень нравится и вот такая длинненькая любава ну похоже раньше такой длинный с белым кончиком назывался вот теперь любава теперь буду сажать вот такой качанный салатик аттракцион выбирала везде семена где написано чтобы было написано ранний но ранних не нашла средне ранние все укроп вот какой-то посмотрите название ржиудский видите среднеспелый вот русский гигант здесь так в общем ароматный зеленый даже не написано сколько дней растет этот гигант и еще у меня там есть укропчик кустовой вот еще его и посажу и так сейчас уж показывать процесс не буду буду не сажу а буду сеять целая грядка вышла посадки зелени вот ровно ровно до конца думала поменьше но размахнулась потому что еще неизвестно какой будет август сентябрь что тут вырастет потом вам все конечно же покажу ну и теперь накрываю все это утро сила вот такой тоннель у меня получился видите очень хорошо что я не убрала утро сил не надо снова с ним заморачиваться конечно он такой грязненький но ничего сейчас дожди и к осени уже дождей будет больше поэтому вымоется это не самое главное да и песок сейчас высохнет отпадет а потом дождем намоется главное чтобы был урожай ну а результат конечно же я покажу пока не буду открывать ну неделю-две это точно пусть там все растет земля сырая напитанная поэтому семенам достаточно будет влаги ничего не поливала вот а потом уже посмотрю через недельку открою посмотрю что там будет под укрытым материалом влага испаряется медленно поэтому пока на первое время хватит ну и перешла в эти дебри потому что здесь освободилась грядка из-под чеснока видите как сразу же тыквы кабачки налегли на эту грядку им тут вольготно сразу стало правда все это гниет от такой погоды не знаю будет ли результат тут сбора урожая но грядку тоже нужно привести в порядок сейчас я ее выпалил и посажу сюда века овсяную смесь это смесь бобовых и злаковых тоже обогащает почву в общем здесь куча-куча препятствует вымыванию гумуса хорошо рыхлит и структурирует корни злаковых культур они длинные поэтому как бы в почву проходит много воздуха и это свек овсяная смесь сейчас тоже будет посажена она успеет до осени конечно же здесь подрасти за август и сентябрь ну и приступаю к работе вот такой фронт подготовленная эта грядочка хорошо бы конечно в разброс посадить ну разве сразу птички прилетят поэтому я вот так вот в рядочке вот подготовила эту грядочку почистила ну как могла как дает сейчас моя моя тут природа потому что вот там вот серединке немножечко фасоли у меня взошло даже не помню когда и кто ее туда посадил честно говоря но растет пусть растет поэтому хорошо бы в разброс это все посадить но птички сразу же будут атаковать я уже знаю поэтому я сажаю вот в такие тоже желобки чтобы потом это все замульчировать вот так видите здесь и овес и вика у вики круглые семена ну такие как как у редиски будем говорить крупные только ну и овес и вот так вот почаще можно почаще от этого хуже не будет так что как денежки хватают потому что сейчас на сидираты ценник тоже приличный чтобы весь огород засадить сидиратами опять нужна не одна пища так что легче наверно свои скоро семена собирать овса или рожь в общем вот так ну и вот вот сейчас так все на сей а потом все это вот так и засыплю ну уж какое тут семя достанется птичкам но им тоже надо вот такая работа сегодня еще работаю с огуречным парником два дня ребята даже не открывала парник вчера температура за целый день не поднялась выше 9 градусов то 8 показывала то 9 конечно каких огурцах может быть идти речь и вообще если будут такие лето и дальше эра вот таких вот парников наверное уйдет все таки в теплице значительно теплее и там в такую противную погоду легче вырастить огурцы здесь конечно как могу закрываю ну насколько ботва это позволяет как видите ботва еще зеленый огурцы бы еще поросли ну естественно пятнистостей очень много вот смотрите сколько вычищаю сейчас листьев оттуда прореживаю чтобы воздух ходил и сегодня открыла чтоб проветрить огурцов вот таких маленьких посмотрите очень много они везде висят и делают где не посмотришь везде висят огурчики смотрите сколько их но вот так они висят смотрите сколько ровно неделю за неделю огурцы уже не прибавили сантиметра что назначить что называется в моей практике долгой практике уже боюсь говорить что 30 лет не как бы опять не написали чего это первый такой случай когда мы в принципе еще до отвала не наелись огурцов ведь столько работы проведено ну просто так обидно что в этом году лето так нас наказала еще даже не насолила вдоволь сколько должна быть должно быть у меня засолок потому что вся моя семья очень любит огурцы как поддержать сейчас мало ли у кого тоже в бочках я знаю что растут теплицах поливать невозможно всю все эти две недели бесконечная морозь бесконечный дождь земля там очень сырая как бы не начались корневые гнили поэтому обработка по листу по листу сейчас пройду изобионом чтобы растению все-таки стресс снять раз огурец не растет неделю если даже сейчас будет тепло он вырастет он будет горьким не от влаги а именно из-за стресса можно по листу пройтись эпином цирконом или hb101 все-таки поддержать чтобы вот вегетативно это часть не начала отмирать от болезней ничем сейчас пользоваться не могу потому что все-таки растут огурцы огурец себя впитывает все что только можно поэтому ну как будет сколько будет столько и будет клещик уже кое-где работает даже в открытом грунте в парнике он видно по листикам тоже обработку никакой не веду потому что но не скушать ему всю здесь ботву в принципе в целом видите вегетативная масса еще более менее нормальная зеленая потому что там очень много было перепревшие органики и замульчирован у меня травой которая тоже сейчас как бы является подпиткой как только начнутся теплые дни нужно сделать будет и корневую подкормку ну как просохнет грунт в принципе у огурцов происходит это быстро потому что воду они любят пьют подкормим их специальным удобрением для огурцов добрая сила потому что там все есть и нам важно сейчас не только азот но и калий чтобы наросли наши плоды посмотрите друзья мои обнаружила вот такую одну плеть вот но я думаю что кто сажает огурцы с этим встречался вот развилась уже вот тут вот грибок развился гниль стеблевая такая же бывает прикорневая у корня развивается с этим делом можно еще побороться но как правило плеть потом отмирает листья так вянут и плеть отмирает ну вот начальная стадия видите что да и дабы чтобы болезни это не пошла дальше не распространяла сейчас я вам расскажу как с этим бороться простыми народными средствами но которые сто процентов помогают чтобы бороться с этими заболеваниями стеблевых и прикорневых гнили можно обойтись и без там препаратов например там без таблеток даже глиокладина можно конечно триходермы попробовать но есть еще второй способ это мел обыкновенный мел и зола тоже обыкновенная вот сейчас печки взяла смешать в одинаковых пропорциях и разбавить до состояния вот такой вот кашицы видите как раствор цемента получилось потому что я его на основе фитоспорина сделала ну то есть налила туда раствор фитоспорина и сделала кашицу если нет фитоспорина на основе марганцовки крепкий раствор марганцовки сделали и развели кашицу ну а теперь идем лечить как лечим вот я прям на перчатку на руку беру этот раствор как вот так подобраться вам показать и вот так вот натираю это место вот этим раствором вот и все лечение уверяю вас действенное лечение действует она сто процентов ну можно например сделать это сегодня потом посмотреть вот этот лист надо оторвать сделать это там завтра в этом месте образуется пробка и высокодвижение здесь не нарушится плеть не отомрет и самое то главное это заболевание не разве не разобьется на другие плети вот такой старый старый дедовский способ а я со всего парника огурцов собрала только вот такую миску но и не собирала наверное дня 4 это точно огурцы здесь поэтому ну сколько здесь не знаю может два килограмма это максимум что собрала сейчас очень жду потепления потому что недовольна огурцами и очень хочу еще чтобы был все таки урожай александр борисович опять что-то мастерит прямо каждую неделю не делает какой-нибудь сюрприз вот так по случаю нам досталась бочка а из-под чего она была машинное масло машинное масло просто друзья привезли что дальше мы сделали мало ли у кого такие бочки внутри бочки развели костер правильно внутри сожгли мусор внутри бочки для того чтобы обгорело это масло затем мы ее что я сделали обе чего сделали обезжирили внутри до обезжирили растворителем она была как красненькая а сейчас стала вот такая серенькая потому что изнутри может как крышечку то и снаружи мы покрасили ну чтобы она ведь кого красивенькая чтобы она не ржавела 200 литров бочечка то есть вот такие бочки из-под масла не она не будет пахнуть ничем и вот это как раз крышка была которую отрезали а чем отрезали а болгаркой болгарка срезалась вот эта крышка а он тут и написано какое было масло шелл вот и сейчас делаем такую крышечку покажи ручку то какая ручка будет ну с одной стороны с другой выгнута и крышку тоже покрасим вот такая бочечка а бочки пластмассовые стоят очень дорого за сколько мы покупали новую бочку две с половиной тысячи но но это просто какие-то бешеные деньги а вот эта бочка и кстати говоря если за ней ухаживать периодически подкрашивать служит она очень долго вот такая ручка это такая длинная будет или отрежется удобно будет открывать и закрывать ну вот если еще привезут друзья одну бочку я буду тоже очень рада вот крышечка теперь покрашена давай закрываем с этой стороны красить не будем потому что здесь заводская краска до к прочная достаточно поэтому красить не будем до дождями потом смоет эту вот бумажку не люблю я наклейки всякие ну и в принципе все бочка готова продусловно да мы и так знаем не надо этих наклеек продолжаю снимать на следующий день и ура ребята я сегодня без шапки и без куртки но в жилеточке градусов наверное 18 сегодня на улице и даже проглядывает солнышко чудеса пришло лето вот так вот живем что 18 градусов это уже очень радостно ну радостно солнышку сразу побежала в огород что-нибудь поделать а в огороде куча всяких неприятностей то есть болезни развиваются ну это и понятно а сейчас я вам хочу рассказать что больше никогда не посажу вот такой цветок который называется катарантус выращиваю его рассадой за не знаю наверно с ноября месяца или или как-то так ну может декабря месяца он все у меня растет ну вот это как я говорю по типу и устомы ну и устома конечно когда хоть расцветает ну мне кажется что намного эффектней а катарантус никак не может пережить наше северное холодное лето долго долго он меня был в теплице потом для него в путнее кашпо здесь организовалась вот три кустика видите как листики желтеют питание здесь хватает осмокот ему заложен но очень ему холодно теплолюбивый цветок самый теплолюбивый в рассаде я все это знала и при при том купила его ампельным ну вот на ампельный он не похож и вообще ни на что не похож просто стоит такая зеленая кучка и все поэтому ребята кто на севере этот цветок ну наверно не для нас я вот еще один катарантус привезла из египой из турции в прошлом году их было три веточки одну я подарила другую выкинула и одна прижилась у меня один череночек растет но тоже он никакой а какой он в турции красивый и какой у нас на нашем севере вот бедолага несчастная вот это в прошлом году прошлом году я привезла но он тоже не может не развисть не развиться не цвести такой вот бедненький хорошо хоть его наша лобелька спасает всю эту композицию вот так что ну это вот кто примет решение на севере сажать катарантус ребята не надо не надо тратить землю силы в общем-то и подкормки а то в виде осмокота дорогущего я закопала так что не наш этот цветочек ну вот такой у меня сегодня садово-огородный влог всем спасибо за внимание и как я всегда говорю всего всем доброго доброго